Здравствуйте, меня зовут Диана и сегодня я решила снять для вас поподробнее один из этапов макияжа, а точнее подготовку кожи к макияжу, в данном случае создание эффекта влажной кожи. И начну я с нанесения на предварительно очищенную увлажненную кожу базы под макияж. Сегодня я использую универсальную увлажняющую базу от MAC. В общем макияж кожи включает в себя очищение, увлажнение, тонирование и коррекцию. Коррекция до этапа тонирования это цветовая коррекция несовершенств кожи и в данном случае мы будем корректировать тенечки под глазами. Для нейтрализации цвета используются оттенки противоположные и вы наверняка уже все наслышаны, что в этом случае персиковый и оранжевый оттенки используются на зону под глаза. В цветовом круге, который вы сейчас видите справа, понятно указана комплементарная схема, где видно, что для синего и фиолетового оттенка противоположными являются оттенки оранжевый и персиковый. Итак, консилер на зону под глаза мы уже нанесли. И хочу сказать, что вообще эффект сияющей влажной кожи особенно подходит обладательницам сухой кожи. Тут используются обычно и тональные средства с влажным естественным финишем, ну и другие средства кремовые либо жидкие. Но сегодня я работаю с кожей склонной к жирности и такое средство тональное, оно может просто поплыть на лице, либо будет выглядеть одним сплошным бликом лицо. Поэтому я использую в данном случае матовый эстелаудер, но в его лайт версии. Сегодня для работы с лицом я выбрала кисти, но вообще все продукты, которые я буду наносить сегодня на лицо, я обычно наношу вбивающими движениями, такими впечатывающими. И самый удобный инструмент для этого – спонж. И всего один спонж может заменить все кисти для нанесения кремовых текстур. Нужно просто менять его сторону, чтобы не смешивать продукты. Среди производителей спонжей у меня тоже есть свои любимчики, но сегодня видео будет не об этом. Наношу тональное средство на все лицо, также наношу очень тонким слоем на веки и не забываем распределить на шею. В данном случае тональное средство идеально сочетается с оттенком шеи, ключицы, но если вдруг тональное средство немножечко по оттенку отличается, то не забывайте нанести также на ушки и везде, где может быть заметен переход цвета. Следующий продукт – это кремовый скульптор. Скульптор тоже можно наносить либо сразу на лицо, потом растушевать его в нужном направлении. Но я набираю кистью прямо со стика, наношу на нужные участки, подтушевываю. Вообще эффект влажной кожи можно создать и с сухими продуктами. Он, конечно, будет не таким явным, но все-таки более носибельным в жизни. Потому что влажный финиш на коже в сочетании с кремовым хайлайтером и другими продуктами, они, конечно, очень эффектно смотрятся на видео-фотосъемке, но в жизни это очень липкая текстура и вам будет некомфортно в жизни с таким макияжем. Ну, начиная с того, что при любом дуновении ветерка волосы прилипнут на лицо. Вспомните липкую помаду. Ну, и вообще, можно даже муху всех собрать на улице и пыль, поэтому обычно для жизни используют сухие подсвечивающие хайлайтеры, румяна с сиянием, пудру с сиянием, а для фотосессий, конечно, жидкие текстуры подойдут лучше. Я сделала легкую коррекцию скул, лба, немножко затемнила линию подбородка, и сейчас я делаю легкую коррекцию носа, которая, на мой взгляд, не сильно нужна, но по запросу я ее сделала. На более мелких участках лица, конечно, надо использовать кисточку чуть-чуть меньше. И далее я обязательно сглаживаю коррекцию кистью от тонального средства. Далее перехожу к жидкому хайлайтеру от LUMINE. Он дает такое естественное, слегка розоватое сияние. Я часто использую его в жизни на себе. Ну, иногда, чтобы убрать липкость, я просто сверху закрепляю его сухим хайлайтером. И наношу его на привычные зоны для подсвечения. Это верхняя линия скулы, боковые стороны лба. На центр лба я не наношу никогда. На переносицу носа и на подбородок. Так как он очень жидкий, и я его достаточно много нанесла, даю ему немножечко подсохнуть, чтобы лишний раз просто не растирать его туда-сюда. Еще раз повторюсь, что обычно я это делаю спонжем. С кистью приходится поработать немного дольше. Также, если вы хотите только ограничиться макияжем с эффектом влажной кожи, то можно также нанести этот сияющий хайлайтер и на веки, и во внутренний уголок глаз. Но сегодня я планирую делать на модели другой макияж, поэтому я остановлюсь на этом. Губы у модели у меня тоже сейчас затонированы. Это нужно для последующего макияжа, который останется за кадром. Ну, а вы можете нанести, естественно, какой-нибудь жирненький увлажняющий бальзамчик, крем на губы, либо какой-то светлый, господи, забыл как называется, либо какой-то светлый блеск для губ. Подсвечиваем хайлайтером, естественно, также ключицы, чтобы все сияло гармонично. Следующим этапом наношу кремовые румяна. Наношу на яблочки щек такими впечатывающими движениями и распределяю немножечко в направлении виска хайлайтера нашего. Субтитры сделал DimaTorzok Уже остатками на кисти я немножко прохожусь по лбу, по подбородку. Вообще, возможно, вы заметили, что я стараюсь наносить продукты впечатывающими движениями. Мне вообще нравится такая техника нанесения, как впечатывание продуктов в кожу. Вот так выглядит кожа с нанесением на нее влажных текстур, но нам все-таки придется закрепить пудрой некоторые участки кожи. Я всегда, в том числе и на себе, использую рассыпчатую прозрачную пудру от Laura Mercier. Эта пудра очень тонким слоем наносится, комфортно носится на лице. Набираю на пушистую кисть и, используя крышечку от пудры, вырабатываю продукт в кисть хорошенько, чтобы он распределился равномерно по инструменту. И наношу на зону под глаза. Также немножко припудриваю лоб и на зону под нос наношу, так как это место часто потеет. Ну и напоследок я решила включить в видео процесс коррекции бровей. Здесь брови натуральные, очень пушистые. Особой коррекции они не требуют. Нужно просто в правильном направлении уложить их и немножечко подкорректировать нижнюю границу для более четкой линии. Для коррекции бровей я использую уже знакомый вам из моих прошлых видео карандаш от Maybelline. Делаю четкую нижнюю границу, кое-где дорисовываю волоски и вычесываю кисточкой, точнее щеточкой излишки продукта. Немножко дорисовываю кончик, чтобы сделать его более остреньким и добавить немного цвета. Субтитры делал DimaTorzok Здесь я просто фиксирую брови прозрачным гелем для бровей, зачесываю волоски у начала бровей вверх и далее выкладываю их в направлении виска. Теперь я использую плоскую кисть с тональным средством, которое мы использовали на веки. Им я просто немножечко закрашиваю волоски, которые выбиваются из формы. И теперь небольшой кистью я просто подтушевываю тональное средство на веки для последующего макияжа. Субтитры делал DimaTorzok